Хочешь узнать, когда выйдет Токеда? Тогда не переключайся, поскольку это свежая водичка по событиям касательно игры Mortal Kombat 1. Да, всем привет, друзья, с вами Нинзука. Сегодня мы поговорим о Мартухе, поскольку здесь вышло большое обновление. Свежий сезон вторжения Боевой Лиги, свежие скины. Хомлендер, наконец-таки, приземлился, и за него уже можно играть. В общем, ставим большие пальцы вверх, если вам нравятся такие болтальные видосы в моем исполнении на этом канале, и вы хотите видеть их чаще. Ну и давайте будем начинать. А начинать мы будем, конечно же, с режима вторжения, да, потому что я люблю этот режим. В последнее время начал его любить. Сначала он был не очень, но с каждым сезоном остановился все лучше и лучше, и мы уже начинаем кайфовать, нас уже просто на него подсадили. Этот сезон, сезон рептилии, мы уже, в принципе, об этом знали. В конце каждого сезона тизерится, какой будет следующий сезон. Вот, и сейчас мы можем посмотреть, что тут можно получить. Да, новые скины, которые такие вот сделаны в рептилоидном виде, так сказать. Сейчас некоторые мы увидим в трейлере, некоторые я вам потом позже более подробно покажу. Вот тут прям что-то локация выглядит незнакомо. Честно говоря, вот я даже не знаю, что это за локация, не помню, теряюсь. Вроде казалось, что все локации те же остались, но, возможно, что-то изменилось по локациям, потому что я успел только пройти первую локацию. Вот, смотрите, тут Саб-Зиро, кристаллические комода. Новые испытачки, вот такой я уже поиграл. Там нужно вот ракеты, ну, лед под ракеты подставлять. Вот это я еще не видел. То есть, много новых испытаний, которые, опять-таки, все больше и больше напоминают башню испытаний из Mortal Kombat 9, которую все любили. То есть, в прошлом сезоне было отличное. В этот, я гляжу, новенького напихали, интересного. Вот это тоже я за Саб-Зиро проходил, за довольно пригарные испытания. В общем, видите, Синделл скины. Не у всех, кстати, скины с рептилоидной кожей. У некоторых просто одежда зеленого цвета. Вот, на Ермака новый скин, кстати, можете увидеть здесь. Вот, испытания с Огоньком. Такие я еще сам пока не видел. Но тоже будет интересно поиграть. Я вообще любитель всех этих испытаний, где нужно откуда-то уворачиваться там. Я довольно сложно, я, кстати, прошел в первом сезоне. Вот, зеленый Шао. Шао-Крокодил. И да, новый скин на Рейко. Абсолютно новый скин. То есть, там у него какой-то мех на теле. Ну вот, значит, скоро будут разные расцветки на него находиться другие. То есть, это зеленая расцветка рептилоидная такая. Вот. А потом будут еще другие. Это прикольно. Рейко вообще всегда обделяют со скинами. Так что будем стараться его выбить. По-моему, в боевой лиге, кстати, он выбивается. Титан, видите, этот Хавик. Можно будет выбить золотой и серебряный скин, да? Кишки наматывает, ё-моё. Прикольный прием они реально придумывают для титанов, которых нет. Ну, или для боссов тоже. Которых нет в основном ростере у персонажей. Ё-моё, вы посмотрите на эти размеры. Это просто жуть. Мне кажется, или это самый большой титан? Ну, тут вот можно увидеть босса рептилию, да? Вот его скин. Я вам покажу сегодня еще и другой скин. Вот он, видите, у него там была нормальная кожа была вот сейчас в этом скине. До того, как он превратился в рептилию. Но есть скин и с другой кожей. Так что я сегодня вам все это дело покажу. Мы уже кое-что открыли там. Показывают битву уже с боссом. Короче, зеленый скорпион. Да, это тоже рептилоидный скин скорпион из этого сезона. Никольно. Так, ну и в общем. Насчет токеды. Вот. Смотрите. В трейлере всегда написано, когда заканчивается сезон. Здесь написано AvailableNow-Julie23. То есть 23 июля заканчивается вот этот вот шестой сезон. Соответственно, 24 числа выходит токеда. Ну, так должно быть, по идее, если вдруг что-то не пойдет не так, да? Но последние пару сезонов все идет без изменений, ничего не откладывается. Так что мы, соответственно, будем это дело ждать. Запомните, ребят. 24 июля. Ну, а значит, насчет Хомлендера. Давайте сначала поговорим насчет Хомлендера. А потом уже перейдем к другим плюшкам, к новым крутым скинам, которые вот я открыл там. Или просто есть возможность посмотреть. Вот. Так что давайте пока что сейчас глянем на Хомлендера. Все-таки это же типа звезда сезона, так сказать. Ну, что я о нем могу сказать, об этом Хомлендере. Конечно же, многие сравнивают его с Суперменом. Он похож на Супермена, это логично. Похож на М-прием, вот этими выстрелами из лазеров. И вот, наверное, новички так и будут за него играть. Забегая вперед, скажу так. Персонаж сложный. Его можно сравнить с Суперменом из Injustice 2. И если сравнивать, то я думаю, Супермен выиграет. Потому что Супермен был проще. И он был как-то, не знаю, такое ощущение, что сильнее. У него были функции там типа включения плюсовых ударов. Там типа вот такого. Да, он загорался красным Суперменом. Вот здесь, ну, стрелять так же просто, как за Супермена. Но вот здесь сложно комбо делать. Реально, мне показалось по инпутам, это прям сравнить можно со Стритфайтером 6. Как здесь надо прям жестко комбо затрачивать. Вот. Поэтому, кто возьмет поиграть по фану, те смогут, наверное, только стрелять. И так что-то вот так вот, что-то вот обмешить. Дальше уже большая пропасть. И, скорее всего, только Киберкотлета будут херачить жестко. Потому что у него есть там, ну, функции, которые Киберкотлеты умеют использовать. Такие, как типа всяких Соник Фоксов, да, скажем так. Ну, а в целом, короче. Да, еще сразу хочу сказать. Для меня он вообще неудобен. У него многие атаки делаются через назад-вперед. Вот у меня почему-то так сложилось, что в файтингах спецатаки, которые делаются вниз-вперед, вниз-назад, я делаю нормально. Но вот назад-вперед у меня почти всегда, ну, то есть 50 на 50 у меня дропаются. То есть если надо в комбе вставить назад-вперед что-то, у меня, как правило, вот она не срабатывает. Бывает такое. Вот за ярмака такой есть, там некоторые приемы, да. Но здесь у него, блин, основные приемы на этом деле висят. То есть если у персонажа какие-то там приемчики на эту раскладку сделаны, то еще можно потерпеть. Но когда самые такие базовые, то тут уже у меня начинаются трудности. Не знаю, может у вас с этим все нормально. Вот у меня так. То есть, например, ну вот эти, зонинг его, да, назад-вперед делается. Иногда можно просто нечаянно как-то вот не по таймингу, что ли, нажать, или рано нажать назад. И он тебя потом, например, вот так просто сделает, да, вместо, если захочешь от кого-то отзониться нормально, да. То есть надо прямо тайминг соблюдать, или иначе будет вот такое происходить, или вот такое вот, да. Но это фигня, как бы, это зонинг, как бы. Я вообще не любитель зонинга, вы знаете. Я люблю вот, чтобы комбо были и все такое. И вот тут проблема, главная эта фишка его, главный его прием, это вот такая штука. Тоже делается назад-вперед два. Можно делать в воздухе. И вот нужно ее постоянно в комбо вставлять. В одну комбо можно штуки три точно вставить. При желании. При должном усердии. Вот. И, короче... В общем, я так примерно сейчас показываю, потому что у меня уже просто пальцы болят, пока я тут пробовал за него играть. И плюс еще вот такие штуки есть интересные, тоже сложные. То есть у него есть вот такой вот раз, вверх L2 нажал, и он взлетел. Но если нажать сразу же после вверх L2 удар, будет такой резкий удар сверху, оверхед. Даже противника, который сидит, накрывает даже в блоке. Но фишка в том, что надо прям быстро нажимать. Если он слишком высоко подлетит, то это как бы, ну, если противник сядет, то его не достанет. Вот так вот. И вот эта вся штука, она тоже отменяется в разные комбинации. Типа, вот, вот, кто вот эту вкрейк заучит, вот тот будет за него жестко тащить. То есть там можно как-нибудь там... То есть нужно, нужно по-хорошему сделать как. И вот дальше так же вот комбить, короче, по кругу, короче, вот это делать. Ну, мне очень сложно. То есть я посмотрел его комбо-челленджи, там тоже такая штука присутствует. Но там есть и другие вещи. Но фишка в том, что надо очень много просто зазубривать. Прямо чуть ли не всю комбо. Даже некоторых персонажей ты как-то так по ситуации играешь. Там раз-раз подбросил, подпрыгнул, ударил, значит, ты видишь. А здесь, ну, прям все нужно заранее прожимать. Потому что, ну, если ты не нажмешь прям сразу, то оно не сработает. То есть если, например, я нажимаю... Все, дальше ничего. А нужно, чтобы после удара, например, я сразу нажал назад-вперед два и удар... Еще удар. Моментально, то есть, понимаете, все прожимать. То есть вот это... Это не один удар, это два. То есть подлет, а потом еще единичка. Вот, короче, надеюсь, вы поняли, о чем я, да? То, что очень-очень-очень надо сильно задрачивать. И прямо вот это, прямо, чтобы от зубов отскакивало. Чтобы вот это все комбить. И прямо длинные-длинные комбо надо. Прямо вот хорошо держать в голове. Да, даже вот те, что есть в комбо-испытаниях, там просто... Ну, реально очень сложно их сделать. Ну, по крайней мере, мне. Хотя я там за предыдущих персонажей, там за Куан-Чи я сделал... Прошел все комбо-испытания. Все там девять. Вот. Ну и, короче... Вот это вы сразу поняли, да? Вот эту тему, что вот взял и играл, ну, только стрелять будешь. Хочешь за него нормально играть, придется, ох, учить, задрачивать, запоминать. Ну и так, в целом, что интересного у него, да? А значит, вот эта атака назад-перед-2. Она отменяется в четыре вида ударов. То есть, подброс. Тут дальше можно тоже добить. Вот, короче. Или, например, захват. Это реально захват, если платильник будет встать в блоки, ты его схватишь. Там прямо написано бросок. Вот. Потом, значит, есть вот такая вот нога плюсовая. Высокая, кстати, да? То есть, под нее можно подсесть. И вот такая средняя еще нога. Видите, тут можно, например, так еду призвать. Ну и дальше что-то там мутить. Короче, я еще, ну, сейчас уже просто голова с этими комбами не варит. Потом есть вот такая атака. Вниз-назад-2. Вяу, летает вверх. Она, по идее, рассчитана для вейкапов, я так понял. То есть, как бы, он только вверх и вниз, и все. Даже Токеда не может эту атаку подхватить. То есть, ну, я полагаю, может, какие-то камео смогут. Например, там, Скорпион, может быть, если его поставить заранее, так сделать, то он там на пламя поймает. Так, этот, Мамада не может. Я не то сделал. Видите, вот он даже как-то приземляется не вовремя. Может быть, тут можно... Бомбочку, ну, как-то не очень, короче, получается. Ну, в общем, это вейкап. То есть, если его сделать с метром, то получится с броней. И далеко противник отлетит. Вейкап атака, скажем так. Не знаю, как-то вот... Ну, скорее всего, с какими-то камео можно с нее делать комбо. Вот в данном случае просто не вариант, я так понял. Вот, значит, разные виды выстрелов. Можно летать, стрелять. Кстати, не очень удобная штука, что он может стрелять только в полете. Ну, то есть, он может стрелять стояк, конечно же, да? Вот так, вверх может стрелять. Может еще вот так вот там. Вот так вот. Блин, ждет очень медленная атака, блин. Очень странная медленная атака. Вот. Он не может в прыжке делать стрельбу. То есть, если я прыгаю... Нет, он не может. Надо только зависнуть в воздухе сначала. И потом уже он стреляет. Я не знаю, почему не сделали именно в прыжке возможность. Как-то не очень удобно это, на самом деле. Ну, в общем, вот так вот, да, скажем так. В общем, камбушки у него разные есть, небольшие. Ну, в смысле, стринги. Они какие-то все дырявые, что ли, я не знаю. Вот я пробовал играть, прямо апперкоты туда прям залетают. То, что практически каждый комбо начинается с высокой атаки. Противник просто подсаживается, вот так прыгает, подсаживается и сует тебе апперкоты. Прям вообще капец неприятно. Там, медовый удар, там, например, вот. Вот здесь второе только, видите, средняя атака. Тут тоже второй удар средней атакы. Ну, подседай, и херач. Вот, так что, ну, не очень. Тоже вторая атака, только средняя. Вот почему-то такие мы сделали, у них что-то еще. Ну, вот есть интересная штука, кстати, вот. Вперед четыре. Это, видите, низкая атака, и у нее можно комбить. Вот это вот, я думаю, ну, стоит почаще применять. Видите, вот так вот. Вот, а вот с комбами что-то, с комбами как-то странно. Вот, есть вот такая интересная комбина, назад, 2-2, захват. Глазик вдергивает и выбрасывает вообще нафиг глаз. Вы представляете, что происходит? Страшные вещи происходят. Но глаз, главное, остается. Это вот такой, как бы, реализм теряется из-за этого немного. Хотя это все еще было мной замечено в Mortal Kombat X, когда Джейсон Вурхес во время захвата противника чуть ли не полом распиливал. Он тут дальше старался. Ну, в общем, ладно. Вот, вот с этой штукой можно что-то с комбами мутить. Ну, видите, да, то есть можно что-то тут закомбить с комбом. Ну, не знаю, насколько сильно. Вот, бомбочка все-таки одна, ты выбрасываешь, и потом в течение этой комбы ты уже комбом не сможешь как-то вставлять. Поэтому, ну, просто для примера, что такое вот есть. Захват. Время которого показывает лицо крупным планом, и такое, но он, как бы, не очень... Ну, прикольно смотрится, когда у них уже рожа побита, и он такой кровавый. Ну, так, вроде бы, почти все. Да, можно вот эти всякие подлеты делать в воздухе. Да, да, можно делать в воздухе, но за них тоже мог наказать. В общем... Возможно, я не все приемы сейчас, вспомнил, вам показал. Что-то, может быть, я забыл. Ну, самое такое важное, да, вам сейчас показал, как бы, вот, пример. В общем, мое пока что мнение, но персонаж не для всех далеко. Так что, ну, мне явно, я чувствую, что это не мое вообще. Я буду стараться, конечно, в этом сезоне за него играть. Там, прокачивать его до конца, проходить режим, там, этот, вторжения. Но мне прям больно за него играть. Вот это постоянно мне неинтересно. Вот это вот, да. А вот это вот... Ну, там, чтобы нормальный урон сделать, слишком больно, блин, для пальцев, вот, реально. Вот. Что еще хочу сказать по персонажу. Давайте, наверное, мы лучше тогда перейдем к кастомизации. А, вот, сначала я вам покажу дразнилочки. Некоторые вот я открыл, вот они есть, такие вот у него. Штуки три у меня открыто. Персонаж очень харизматичный получился в игре. Вот очень харизматичный. У него еще есть дразнилки после завершения раундов. Он даже там молочко пьет. У меня там несколько штук открылся. Просто здесь мне вам их сейчас не показать. В общем, персонаж очень харизматичный. Очень прикольно анимирован местами. Вот эти всякие его приколы, там, отсылки к сериалу. Фразы прикольные, диалоги между персонажами. Он такой над всеми так надмельно на их смотрится, над всеми смеется, стебется, короче. Вот. В этом плане прям, ну, кайфово подошли. То есть, вот, геймплей мне не очень зашел. Хотя постепенно, если прям подучиться, может быть, и мне зайдет. Вот. Но мне очень понравилось, как они, опять-таки, качественно, подробно подошли к его лору, так сказать, да, вот. К тому, какой он персонаж. То есть, набрали очень много различных отсылок из сериала. Ну, я уже не говорю, там, про фаталки, то-то бруталки. Мы уже некоторые смотрели. То есть, они, каждый бруталец тоже отсылает, так или иначе, какому-то его убийству из сериала. Вот. Давайте теперь перейдем, что ли, к кастомизации. Да, тут только посмотрите на это, да, вот так он, как он приземлился, как он руки поднимает, такой, на зрителей, на этих всех. Ну, кто сериал смотрел, те поймут. Кто не смотрел, те будет, конечно, эта дичь, все вот это вот. Но сериал отличный, блин, круто. Кто любит такое, прям, жесткое мясо, не такие, вот, сопливые комиксы, там, типа Марвела, да, а вот прям жест, по-жести, по-жести, кто любит. Вот, тем, тем, тем сериал зайдет. Значит, что у нас тут есть? У нас есть снаряжение. Вот такой взлетел, так вы смотрите. В общем, тут у него меняется плащ, пояс и наплечники, получается. Ну, и вот на спагах, видимо, там тоже эмблема. Есть что-то вот такое совсем необычное, как вот это. Богоподобный патриот называется. Усыпанный звездами псих. Испорченный фрукт. Ну, такое, как бы, не сказать, чтобы, да, прям, что-то в корне меняющая его внешность. То есть, так они сделали более-менее, типа, канонично, подробно. В плане, вот это вот прям, что-то кого-то смотрится, но забавно. Ну, то есть, для фанатов персонажи сам и то, я думаю, пойдет. Да, все вот эти все жесты. Он тут же постоянно на сцене, там что-то перед толпой выступает. Вот, у нас еще есть палитры, пока что вот открыто у меня. Ой, так, сейчас. Четыре штуки, их будет больше. Я вам сейчас еще покажу отдельно, потом в другом режиме. Да, очень-очень похож. Выражение лица, вот это надменное. Самодовольное такое, я бы сказал. Вот видите, красного цвета. Ну, кстати, расцветки довольно прикольно сделано. Вот это тоже круто смотрится, да, первой семерки. Ну, то есть, я вот смотрю пока, что те, что расцветки я открыл, выглядят довольно прикольно все. Так, ну это не все, что есть, да, у меня открыто не все, но мы сможем кое-что еще посмотреть. Как обычно, я захожу в Мастерство. Тут можно проспейлерить, что будет дальше при прокачке. Надо фармить, прокачивать, у него 20 уровень максимальный, да, на каждом уровне что-то открывается. Бруталки мы уже тут пооткрывали некоторые на стриме. Будем еще на стриме играть, открывать. Бруталки, ну такие неплохие у него, в принципе. Вот мы сейчас на 11 уровне, да, мы можем увидеть, что будет на 12, насмешка. На 11 бруталка с лазером. Значит, вот такое снаряжение, ну тоже смотрится прикольно. Со звездой. Так, тут просто комнат-карта, 15 уровень. Такой, типа, военный камуфляж. Ну тоже прикольно, кстати, смотрится. Вот, еще там 5 уровней дальше. Тут, к сожалению, я не докачал пока что в первый день. Ну за первый день это очень долго, сложно муторно качать. Поэтому я пока не знаю, что тут дальше будет. Ну какие-то еще, видимо, ну расцветки будут, может добиваться. Ну там фаталка точно должна вторая открыться где-то. Вот, ну в общем пока что вот так. По кастомизации. Не сказать, что слишком богатый, но не сказать, что плохо. Потому что каждая расцветка и каждый его костюм выглядит довольно неплохо. Просто нет пока что чего-то такого, чтобы кардинально бы менял его внешность. Как, например, у Хомлендера, там, у Хомлендера, у Миротворца, там был, типа, шлем из картона, там, типа того. Может быть тут дальше будет, но я до сюда еще не добрался. Может что-то стебное будет. Но, к сожалению, пока не видел. Не знаю. Вот будем потихоньку проходить вторжение, прокачивать его. Ну что ж, с Хомлендером пока что все. Давайте перейдем к другим обновам интересным. Глянем на премиум-магазинчик. Тут на главной странице ничего особо интересного, все старенькое. Но вот дальше, вот дальше начинается самый сок в ротации. Мы видим тут абсолютно новые скины, три вида, на Китану, Мелину и Орептайла. Значит, называется Земное Царство эти скины называются. Они такие очень молодежные стилистики сделаны. Вроде молодежные, но вроде бы как будто в духе какой-нибудь попсы 80-х, 90-х. Вот эти вот короткие куртки, вот эти вот. Выглядят очень, так скажем, свежо. Молодежно. Модно, я бы сказал. То есть реально классные скины, которые прям, ну, вот. Выглядит совершенно по-новому, я бы сказал. Немного отдают эти скины костюмами из японских файтингов, там, я не знаю, типа King of Fighters, что ли. Вот такое вот навевает мне. Ну, в общем, тут разные цвета, конечно же, в наборе. Стоит 500 кристаллов. За ламвы цену не стали, как изначально было по 1000. Это неплохо. Вот, смотрите, золотистый тут. В общем, зачет. Зачет. Это, конечно, да. Это контент. Вот и платный, но действительно качественный. Смотрите, какая Куртаха у Мелина. Ну, Мелина, наверное, самый крутой скин, мне кажется, здесь. Поталити написано, там, МК, эмблемы. Значки висят. Всякие ремни. Такое, что спортивное такое. Ну, и маска прикольная тоже. И прическа тоже. Даже написано, Мелина. Я думаю, скоро какие-нибудь в интернете хуже появятся косплеи на такие костюмы. От фанаток. Так, ну, в общем, тоже разные расцветки. Все, ярко, стильно. Короче, класс. У Мелина, что не скин выходит, то шедевр. И еще, вот мы видим тут, рептайл. Тоже, земное царство. Молодой американец называется. Левая Куртаха у него, посмотрите. Ну, я думаю, много кто хотел бы такую Куртаху среди фанатов Мартухи. Тут Fatality, тут сдачок какой-то, да, тут. На спине у него на рептайл нарисован, нашивка. Куртаха просто огонь. Ну, и так нормально. Классные кеды. Ну, в общем, блин, крут. Круть скины. Больше всех мне понравилась Мелина, но все, как... Ну, все достойны внимания, на самом деле. Ну, вот тоже расцветочки. Ну, и маска тоже. Вот. Насчет скинчиков. Вот такой подгончик крутой. Путеплатный, но видно, что они стоят своих денег эти скины. Настолько качественно сделаны. Идем дальше. Сезонные товары. Сезон рептилии. И тут немножко, как бы... Многим, может, не понравится, скудновато. Скудновато в плане чего? До этого в разных сезонах было много разных расцветок накиданных на разных персонажей. Хоть они и большинство были просто мусорные. Вот. Здесь, видимо, решили от мусора избавиться. И сделать такие, прямо, ну... Только попали, наверное, скинов, и то не всем. То есть, смотрите, мы наводим на китаму. Сверху написано. Рекомендуемый товар. Веер. Значит, на нее нету... Скина здесь. На кого здесь нет скина в этом магазине, значит, он будет выбиваться в режиме вторжения. Там много скинов тоже этих выбивается. Вот Мелина, например, видите, есть. В ее случае мы видим просто костюм, как перекрашен, но прикольно перекрашен. Зеленые цвета. Так, вот, например, у Тани нету ничего, да, кроме там палки. И вот Рейна тоже обделили. Рейко обделили. Но Рейко я точно знаю, что... Ну, мы видели сейчас в трейлере, да, что у него во вторжении там... Боевой, потому что во вторжении тоже будет скин. Вот у генерала Шау есть скин крокодила. Тут же, видите, полноценно... Ну, я не могу это назвать просто расцветкой, потому что реально кожа-то другая у них. То есть это уже получается скин. Хоть и костюм, типа, как бы, по дизайну вроде бы старый, но с другой стороны у них... Крокодилия кожа или рептилия кожа, да. Поэтому это уже почти новые скины получается. Так что... Забавно. Я примерно такое предполагал, потому что я помню, что в боевой лиге Mortal Kombat 11 был сезон рептилий тоже. И там были несколько скинов таких вот с такой кожей на разных персонажей. Там Кунглао... Вот еще я уж не помню. Там, по-моему, Скорпион был, которого можно было чуть ли не какую рептилию перекрасить получалось там. Вот, так, у Шансунга ничего, у Рейдена тоже получается. Ну, предметики просто, я их не считаю, как бы, предметы это, как бы... Вот, есть ли мы... У нее кожа, как будто поражена, как будто она заражена какой-то штукой, такой рептилоидской, что постепенно кожа покрывается, да. На зиму зеленым. Ну и плюс она какой-то плевотой вся облита сверху. Да, вот такое вот. Ну, очень красочно выглядит. Мне нравится, что он такие... Они не тусклые, такие костюмы, как бывает. Так, Усамо тоже есть. Ну, костюмы серии Орден Тьмы, только-то зеленый давали. Тут, в принципе, ничего рептилоидного-то у него вроде как нет. Вот это вот... Рука же у него вроде бы там не голая, это, по-моему, просто костюм типа зеленый. На лице нету следов кожи этой рептилоидной. То есть, вот у него просто костюм так сделал. Так, рептилию самого мы не видели. Я, кстати, уже купил. Вот такой вот товарищ рептилия. Ну, вот тут уже, да, видите, у него как бы руки тоже. Лицо там не полностью, но как бы есть тоже присутствие. Брови, видите? Ну, в общем, ну, прикольные такие скины. Вот рептилии, самое оно. И у Скорпиона тоже есть. Вот такой вот зеленый. Этот сам по себе скин крутой. Ну, и вот с зеленкой тоже смотрится забавно. И он тут тоже, у него кожа, глаза, видите, да? В общем, прикольно. И Смол, кстати, тоже есть. Ну, тут, по-моему, так себе. Ну, просто зеленые цвета присутствуют и все. Больше ничего интересного. Вот это отстой, мне кажется. Так, значит, тут еще у нас у Кенши есть. У Кенши тоже руки, видите, руки и кожа тоже рептилоидные. Рептикенши, получается. Так, у Бараки здесь нет, но должно быть, по идее, где-то во вторжении тоже, да? А, Гераса нет. Но у этих вообще ничего не бывает на Дилс и персонажей. Так. Мнитара тоже тут нету. Но тоже она по трейлеру, вроде, да, должен быть скин такой у нее. В самом режиме вторжения. Так, идем дальше. Вот мы видим боевую лигу, сезон рептилий тоже, вот персонажа. Ну, там только трое будет, на самом деле. Ну, в общем, можете представить скины вот эти, как они будут. Вот обратите внимание на этого, на Рейко, вот у него как раз новый абсолютно скин. У него, видите, вот эта вот шерсть какая-то там, типа мех какой-то на шее. И вот сейчас посмотрим, да, вот, то есть за третий уровень мы получим Рептилию, за шестой уровень мы получим Рейко. И за последний, девятый, кто, конечно, дойдет, я ни разу не доходил, я даже до седьмого не доходил. На шестом обычно встреваю. Ну, в общем, на девятом будет Кенша. Ну, вот, скин не самый новый у Кенша, ну, уже был такой скин, но с другими расцветками, уже был ранее, во время сезона этого, Охотницы, по-моему. Тоже, по-моему, с зелеными волосами, по-моему, там был, тоже в этих очках. Вот, вот, что можно у нас получить по Боевой Лиге. Как вам, ребят, пишите в комментах, какие вам вещи понравились, какие нет. Ну, сейчас еще кое-что вам покажу. Вот так выглядит карта нынешнего вторжения. 48 дней до конца, долго, конечно, да, долгий сезон. Вот. И вот это, возможно, новая локация, я, честно говоря, не знаю. Такое ощущение, что новая. Вот, может быть, там отрывки мы видели, где там какой-то колодец душ был. Не знаю. В общем, пройду, увидим, пока не могу сказать. Все остальные, ну, выглядит знакомая локация. Все были, а вот это, может, просто видоизмененная старая локация. Ну, я не уверен, честно говоря, не могу сказать. Так что вот, такие дела будем потихоньку проходить. И еще кое-что. Кое-что осталось вам показать. Вот такой вот рептилоидный ермак у меня открылся. По идее, будут, наверное, еще другие расцветки какие-то. Может, более такие зеленые, более цветастые. Ну, в общем, выбился он в режиме вторжения. Тоже на первой локации, там, при прохождении, там, по-моему, босс с ним бьешься. Кстати, теперь нововведение, вот, в режиме вторжения есть такое удобное. Когда вы дерете, ну, перед битвой с боссом, да, вы можете посмотреть, что за него дают, какой приз дают. Вот, там был босс и ермак, и вот за него давали скин. То есть, там, кнопочку нажимаешь, тебе показывают скин, который ты получишь. И также теперь в сезонной башне, там, перед тем, как проходить башню, вы можете посмотреть, какой скин там дают. Может быть, он вам не нужен, и вы не будете проходить, мучиться, 10 этажей. Вот. Ну, и последнее, что хотел вам показать. Это уже касается алтаря. Есть некая, конечно, некий облом. Получается два облома, да. Во-первых, в сезонном магазине мало скинов, сезоновыми, да, вот мы сейчас видели, не на всех есть скины. Хотя, конечно, они были мусорные, может быть, и не стоило тратить время на разные ненужные расцветки. Я некоторые покупал просто так, хотя они мне не нравились. Вот, так что, может быть, это и не потеря, на самом деле, да. Ну, вот, в алтаре в этот раз вообще очень мало всего насыпали. Точнее, насыпали только вот такой скин Куанчи, и больше вообще ничего. То есть, я потратил там, ну, выбил вот эти вот шесть скинов, и все, алтарь был опустошен. Ну, вроде как, по этому, по информации в патче, там какие-то еще скины ожидаются на других персонажей. Я вот не знаю, может, они в магазине сезонном появятся, или где. Может, все-таки они во вторжении будут выбиваться именно скины, не связанные с сезоном Рептилия, а какие-то еще скины из этого, из сюжета, вот, где-то должны будут выбиваться. Непонятно, может быть, после добавления ферры, например, обновится алтарь, и, типа, они будут выбиваться, не знаю. Ну, в общем, смотрите. Вот такой вот у нас теперь есть Куанчи. Я этому, конечно же, рад, потому что все-таки DLC персонаж, и для них скинов, как бы, почти и нету, а для DLC персонажа. Но вот для своих они стали добавлять. То есть, для Ярмака, как вы видите, я уже есть. И вот для Куанчика, пожалуйста, из сюжета. Такой он, типа, замаскированный Куан. Типа, фестиваль там проходил, его замаскировали, так сказать. Вот, и есть тут разные расцветки тоже. Прикольные, кстати. Пёстренько так все, а то некоторые скины у Куана прям очень темные, бывает, что прям неприятно бывает. На некоторых аренах смотрится. Здесь все так живенько, красочно. Ну и вот, ребят, вот такие вот дела. Как бы, круто, что скин на Куана, но не круто, что как-то маловато. В общем, в целом, можно чуть-чуть подытожить быстренько. И так, уже в большое видео я вам много наговорил. Ну, значит, Хоуэндер не для всех явно. Сложный персонаж. Если не тупо не спамить лазерами, да, сложноватый персонаж. Но, возможно, Киберкотлеты будут рады этому. Хорошо его освоят и просто будут всех уничтожать. Ну, так что, короче, такое неоднозначное, да, как бы. Мы ожидали, что, как и другие гостевые персонажи, он окажется простым и сильным. То есть, простым в освоении и сильным. А тут оказалось, что, чтобы он был сильным в ваших руках, надо, ой, как попотеть. Вот. Мне он не особо интересным показался. То есть, по-прежнему мне нравятся Куан и Ермак больше. Но все равно я попытаюсь, как бы, да, его освоить. В общем, новые скины крутые, которые мы добавляли. Сезон вторжения пока что интересный. Я там испытания прошел некоторые. Блин, круто. Загадку там одну мы открыли. Надо было за Соню Блэйд. Там загадка называлась Динь-Динь на сундуке. За Соню Блэйд нужно было пострелять этими ее кольцами. Позвонить, короче, за Соню Блэйд. Вот как-то так. Пока что мнение, в принципе, положительное. Хоть и есть некоторый негатив. Скажем так. Ну что ж, на этом пока что все. Заходите на стримы, на наш лайв-канал. Будем там продолжать проходить, осваивать Мартуху. Ссылочка на канал есть в описании. Пишите ваше мнение в комментариях о всем, что вы увидели и услышали. Если вдруг что-то я забыл, какую-то неточность, обязательно пишите в комментариях, потому что будет интересно и мне почитать, и остальным. То, что бывает, я что-то ляпну, и потом такой, блин, я накосячил. Уже пару случаев таких было. Ну, так что, если что, не стесняйтесь меня поправлять, если я в чем-то реально неправ, или про что-то важное я забыл вам рассказать. Потому что я все это записываю в реальном, как бы, времени, можно сказать, да, без сценария какого-то, без бумажки, без текста. Я живой человек, который, вот, может ошибиться. Вот, поэтому жду ваших комментариев, ребят. Ставьте лайки, если вам нравятся такие видосы. Увидимся на стримах. С вами был Анит Зука. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова